Преступление и наказание ислама в мире — это Иран и Саудовская Аравия. И в обеих этих странах распространена не та господствующая классическая всеохватная форма ислама, которую большинство мусульман знают и любят. Хотя иранские шииты находятся по другую сторону религиозного раздела, у них есть кое-что общее с мусульманами Саудовской Аравии. В обеих этих странах есть каста священнослужителей, что противоречит принципу Корана о непосредственных отношениях с Богом. Многие века, в золотые годы ислама, религия ни для кого не была профессией. Даже у знатоков религии были другие профессии. К сожалению, сегодня некоторые люди сделали религию своей профессией и зарабатывают на ней деньги. У них сильная личная заинтересованность и много приверженцев. И они используют любые методы, в том числе телевидение и другие средства массовой информации. Они монополизировали религию. А это против самой сути ислама. Одним из следствий такой трансформации стало введение публичных казней, порок и повешений в Афганистане и Иране, где религиозные круги завладели политической властью. Сейчас в процентах от общего населения в Иране казнят больше людей, чем в любой другой стране мира. В этом они обходят даже Китай. Как можно оправдать такое количество казней? Я считаю, что исламский закон о соответствующем возмездии убийцам – один из самых прекрасных законов Корана. Если выбирать из всех хороших законов Корана, я выбираю этот. Но в этой стране казнят не только убийц. Гомосексуалистов также убивают. Людей казнят даже за хранение алкоголя. Если правительство решило, что убивая людей, оно может восстановить безопасность, оно вправе это делать. Надеюсь, что в будущем это станет законом не только в Исламской Республике Иран, но и во всем мусульманском мире. Но действительно ли Коран оправдывает это? Что говорится в нем о преступлении и наказании? Вору и воровке отсекайте их руки в воздаяние за то, что они приобрели, как устрашение от Аллаха. Поистине Аллах великий и мудрый. А кто обратится после своей несправедливости и исправит, то Аллах обратится к нему. Поистине Аллах прощающий, милосердный. В Коране оговорено, что нельзя приводить приговор в исполнении, если нарушитель искренне раскаивается. Но этот акцент на милосердие зачастую оставляют без внимания. Прелюбодея и прелюбодейку побивайте каждого из них сотни ударов. Пусть не овладевает вами жалость к ним в религии Аллаха. Если они обратятся и совершат благое, то отвернитесь от них. Поистине Аллах приемлющий обращение милостивой. В этом смысле в Коране четко говорится, что никого нельзя признать виновным без убедительных доказательств вины. Главная цель шариата – прощение. Нужно уметь прощать, а не только судить и убивать. Кроме того, требования к принятию Уголовного кодекса так высоки, что с самого начала ученые говорили, что принять его просто невозможно. Возьмем, например, такое преступление, как прелюбодеяние. Сексуальный акт должен быть подтвержден четырьмя свидетелями, так что найти доказательства прелюбодеяния практически невозможно. Поэтому с момента возникновения ислама и до сегодняшнего дня, случаи, когда люди получили полное наказание за прелюбодеяние, можно пересчитать по пальцам. То же касается ампутации. Перед приведением приговора в исполнение должны быть учтены все возможные причины для смягчения наказания. Такая интерпретация людьми законов шариата стала руководящим принципом палестинцев на западном берегу реки Орда. По соседству с рынком фруктов в городе Рамала находится совсем не страшный шариатский суд. Внутри него самая обычная обстановка. Полицейских там нет, нет и арестантов-наручников. Есть лишь бесконечный поток людей. Некоторые приходят сюда по делам, другие просто останавливаются поговорить. Как и в большинстве мусульманских стран, здесь действуют две пробовых системы. Гражданское право часто представляет собой смесь исламского, наполеоновского и римского права. Его применяют для уголовных дел. А законы шариата применяются для решения личных и семейных вопросов. Шариатские судьи выносят решения в делах об опеке и разводах, где права женщин основаны на принципах, заложенных в Коране. Старики вправе обратиться в суд, если они могут доказать, что их сыновья и дочери, у которых есть средства, чтобы им помочь, не заботятся о них. Суд также обязан назначать опекунов сиротам и умственно отсталым людям. Сейчас судья задает несколько простых вопросов, чтобы проверить психическую дееспособность пожилой женщины, которая недавно потеряла сына. по закону ислама матери полагается часть имущества сына, если он умирает раньше нее. Но судья решает, что эта пожилая женщина не может распоряжаться своими финансами и назначает ее невестку действовать от ее имени. Этот закон базируется на принципах, прописанных в Коране. Здесь он применяется не так, как в некоторых других мусульманских странах. Но если в Коране так четко оговорены принципы правосудия, то откуда же берутся различия в Слово Божье. Коран написан на классическом арабском языке, и его очень сложно понять даже высокообразованным носителем арабского языка. Для большинства мусульман арабский не первый язык. А, как говорят, перевод не может до конца передать смысл оригинала. В результате каждый имам или проповедник становится посредником между Кораном и посланием, которое получают его последователи. Это послание можно подогнать под определенное время и место. И за многие столетия появились тысячи томов с интерпретациями и дополнениями. Существуют научные комментарии и хадисы, сборники высказываний и действий пророка. Исламское законодательство, шариат, построено на основе Корана и хадисов, где прописаны самые суровые наказания. Например, закидывание камнями за прелюбодеяние. Упоминаний таких видов казни в Коране нет. Хадисы были составлены и исправлены через 250-350 лет после смерти пророка. Многие из них фальсифицированы или придуманы и были поставлены под сомнение. Но, к сожалению, многие мусульмане приравнивают хадисы к Корану, хотя, конечно, это неравноценные тексты. В Коране четко указано, что это окончательный текст. Ничто не может быть приравнено к нему. Ничто. Но даже Коран подвержен изменениям и искажениям. Если не на арабском языке оригинала, то в переводе точно. Типография имени короля Фада в городе Медина в Саудовской Аравии обладает достаточной мощностью и в год печатает 10 миллионов изданий Корана на арабском языке и 44 других языках. Их распространяют по всему миру ниже себестоимости, а иногда и вообще бесплатно. Удивительно, как религиозные круги Саудовской Аравии дополнили текст. В стихи, в которых говорится о людях, оказавшихся под Божьим гневом, и людях, сбившихся с пути, они добавили в скобках слова «таких, как иудеи» и «таких, как христиане». А в стихи, призывающие верующих подготовить оружие для борьбы с врагами ислама, переводчик внес такое дополнение танки, самолеты, ракеты и артиллерию. Получается, что в самом Коране упоминаются современные виды вооружения. А в предисловии известный в Саудовской Аравии лидер оправдывает жестокие конфликты, джихад и теракты с участием смертников. Там четко указывается, что Коран – это идеальная модель войны. Любой намек на исправление в тексте становится предметом горячих споров из-за важности Корана для мусульман. В отличие от христиан и иудеев, которые считают, что их священные тексты были написаны человеком, вдохновленным Богом, мусульмане верят, что Коран – это слово Божье, продиктованное пророку Могомету. Такое различие означает, что критический анализ священных писаний становится чрезвычайно чувствительным вопросом, когда речь идет о Коране. И эта проблема усугубляется тем, что некоторые ученые, пытающиеся анализировать текст, – это люди с Запада, не мусульмане. Способны ли они пролить новый свет на этот текст и его происхождение? В 1972 году во время реставрации Великой мечети в городе Сана, столице Северного Йемена, рабочие обнаружили массу старых рукописей на чердаке между внутренней и внешней крышами. Все эти рукописи были набиты в 20 мешков для картошки, где они и остались бы, если бы не приехал спустя 7 лет доктор Герт Пуэн, немецкий ученый и специалист по Корану. Пуэн сразу же понял всю важность находки. Он работал с командой местных помощников, разделяя ценные слои, и сделал тысячи фотографий. Четыре фрагмента сразу же привлекли внимание Пуэна. Они содержали первую и последнюю главу Корана, и в отличие от других существующих версий Корана, они были иллюстрированы архитектурными чертежами мечети. Чрезвычайно важный факт для установления их происхождения. Судя по рисункам, художественному и историческому наполнению можно точно датировать этот Коран эпохой правления Аль-Валида, то есть где-то между 705 и 715 годами. Самый старый, поддающийся датировке Коран в мире был создан спустя 70 лет после смерти пророка. Из мешков для картошки Пуэн достал фрагменты из примерно тысячи разных версий Корана. Результаты сравнения их со стандартным каирским Кораном, который используется сейчас, поражают. Эти ранние тексты написаны стенографически, без обозначения гласных и огласовок, то есть отдельные слова могут иметь до 30 разных значений. Само существование такого большого количества разных трактовок предполагает, что этот текст не передавался дословно. Текст совсем не так устойчив, как кажется по каирской версии. Сегодня ученые-мусульмане спорят о том, могла ли сохраниться целостность каждого слова Писания, передаваемого устно. Но в письменном Коране имеются вариации. Судебный анализ фрагментов, найденных в сане, выявил, что на них ранее был написан какой-то текст, который потом был смыт, а поверх него был написан другой текст. В скрытом тексте противоречащих значений найдено не было, но слова были изменены, а стихи и целые главы были построены по-другому. Если его исследования верны, особенно в отношении дат, значит, Коран не был единым целым, не был единым текстом, сформировавшимся к 650 году, а был создан гораздо позже, что и объясняет наложение текста и письменных материалов.